кто такие киборги живут ли они среди нас или они нереальны и являются всего лишь выдумкой киношных фантастов привет ребят вы на канале волошин bros с вами я радик и я гриша что вашу мамашу я в жизни круче меня не слыхал если ты смотришь это видео то определенно ты любознательно еще со времен зарождения цивилизации пытливые умы усиленно работали над идеей восстановления полноценных функций людей которые утратили их по той или иной причине при раскопках у одной из египетских мумий был обнаружен деревянный протез большого пальца ноги прикрепленный кожаными ремешками на сегодняшний день протезирование конечности установка кардиостимуляторов слуховых аппаратов и зубных имплантов вошли в широкую медицинскую практику с развитием технологий появился новый вид протезирования аугментация аугментация означает не просто замену утраченного органа а еще и приобретение сверхспособности ранее не свойственных человеку грешами как думаешь кто такой киборг я думаю это пол робот пол человек не совсем так киборг это человек имеющий хоть один механический или электронный компонент то есть человек с протезом руки это уже киборг по сути человека из зубным имплантом можно назвать киборгом да кстати хорошая новость для тех кто боится стоматологов ты уверен ученые разработали специальный гель который размягчает ткань зуба поврежденную кариесом до здоровой части затем кариес удаляют и ставят пломбу так что скоро ребята не придется терпеть сверление зубов бормашиной вернемся киборгам они живут среди нас благодаря новым технологиям и безумному прогрессу медицина шагнула далеко вперед что ты имеешь виду ну допустим возьмем сердце как думаешь человек сможет жить без своего сердца нет конечно на самом деле сможет и не как инвалид а как терминатор в хорошем смысле этого слова люди с искусственным сердцем в ожидании донора живут полноценной жизнью занимаются спортом водят авто и ходят на работу а все благодаря разработке компании абиомет сердце абиакор полностью вживляемое в тело человека оно требует лишь подзарядки причем без проводов информацию о том как заряжать его мы так и не нашли если кто знает напишите в комментариях очень интересно дайте прикурить вот это да человек с искусственным сердцем ради а есть искусственные глаза со встроенным компьютером да есть но это уже другая тема ведь человек киборг не обязательно должен быть инвалидом ученые ведут активные работы по созданию чипов вживляемого в сетчатку глаза для чего спросите вы а для того чтобы видеть инфракрасное и ультрафиолетовое излучение поясника но понятно что обычному человеку такие способности киборга ни к чему а вот военным очень бы даже пригодились вообще стеклянные глаза появились давно но это всего лишь эстетический протез зрение он не восстанавливает наука не стоит на месте на сегодняшний день ученым удалось создать разные вариации глазных протезов к примеру есть бионический глаз который по факту является мини камерой внутри глаза запись в камере передается в мозг человека в виде импульсов и человек пусть не идеально но видит изображение в америке создали кремниевую сетчатку глаза такая модернизация позволяет совершенно слепому человеку приобрести вновь зрение и наблюдать за миром во всей его красе а совместный труд специалистов из китая и сша переплюнул все достижения в этой сфере они создали искусственное глазное яблоко которое по многим параметрам даже превосходит человеческий глаз изготовление таких глаз очень дорогостоящие и длительные но могу вам сказать что это крутое изобретение которое поможет людям с недугом становиться супер людьми с мега крутым зрением экзоскелет существует на самом деле как думаешь думал да его используют военные чтобы подпрыгивать на 4 метра как в играх на сегодняшний день придумано множество экзоскелетов как в медицинских целях для реабилитации парализованных людей так и в военной сфере которые сделаны из титана имеют искусственный интеллект и помогают военных переносить большие тяжести на дальние расстояния а также помогают введение боевых действий но данные разработки науки и техники очень дорогостоящие и единицы кто может позволить себе экзоскелет чтобы к примеру передвигаться с его помощью хотя есть экзоскелеты которые можно распечатать на 3d принтере я слышал что существует искусственная кожа хочешь покажу что тут к чему ученые много лет пытались создать искусственную кожу которая бы приживалась при пересадке человеку с ожогами или другими повреждениями по сути такая кожа есть но она является временной пока под ней не образуется натуральная человеческая кожа но британские ученые из интерситекс совершили прорыв в этой области они создали кожу которая полностью приживается мало того через 28 дней она прорастает капиллярами и клетками человека и практически не отличается от родной кожи о ясно теперь все понятно я считаю это нейропротез для парализованных людей точно любое действие которое совершается нами это нервный импульс когда мы хотим встать наш мозг посылает сигнал по позвоночнику к мышцам а они в свою очередь поднимают нас на ноги после серьезных травм как на позвоночнике так и на опорно-двигательной системе происходит сбой нервных импульсов мозг отдает команды а тело мышцы не могут подчиниться для согласованной работы мозга и тела был создан крошечный имплант состоящий из двух чипов один чип помещают в головной мозг а другой в спиной что позволяет дублировать сигналы нервной системы а это дает возможность вернуть человеку подвижность хочется чтобы весь мир узнал об этом крошечном устройстве которая изменит судьбы множество людей в завершении хотим сказать если человек выглядит не так как ты это не повод относиться к нему с презрением уважайте друг друга и побольше улыбайтесь улыбка творит чудеса рад был повидаться короче хорошего дня